тачка у которой нет конкурентов единственная машина на рынке которая выпускается по сегодняшний день с постоянным полным приводом с тремя блокировками настоящими блокировками а 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 тори со здания как там это все было у них терки вот эти все с армией мы это не будем мы будем сегодня говорить только лишь о минусах ведь именно на минусах основывается то купите в эту машину или не купите за сыте сразу забирая наперед хочу сказать у машина классная надежная если вы хотите купить покупать и не пожалеете но мне есть много минусов давай начнем спереди вот это вот все она вертикальная она все песочится очень сильно бампер металлический видите появляются сколы далее идем стыки металла особенно от лобовой рамки обува стекло вот здесь все гниет рамка гниет и это не смотря ну не смотрите какой машины год у всех даже у двухлетней трехлетней машины вот здесь уже начинаются проблемы вот здесь все песочится вот здесь все песочится пороге песочится да этим штучки теряются тоже далее петли петли у всех трескаются посмотрите на гелендвагене вашего соседа свежим вот здесь будут трещинки и ржавчина процентов 90 даю открываем салон слушайте этот звук лично я считаю звук шикарен но большинство людей говорят что это похоже на звук не знаю какого-то и каруса или грузовика хотя очень качественного грузовика эргономика дверь очень тяжелая но при этом очень тонкая салон есть в этом будем немного позже дальше вот этот вот стык это просто стык металла заваренный здесь тоже везде идет ржавчина далее на старых версиях то есть девяносто пятый год и ниже вот это вот все место а мы все выгнивает вокруг фонаря так как из-под колеса очень много грязи забивается и грязь коррозия все дела дальше иди сюда вот это вот запаска она очень большая и очень тяжелая а дверь висит вот на двух таких вот петлях поэтому она все тогда вся конструкция разбалтывается все гремит лично я советую эту запаску снимать вообще ездить без нее я без нее ели смотрятся не так 3 об дверь просто адски тяжелая но при этом машина хоть и на газу здесь стоит баллон места в багажнике я даже не нашел сколько здесь места здесь очень много места однозначно машина не для девочек что касается двигателей доступны как бензиновые так и дизеля в нашем конкретном случае это обычный старые в 8 5 литровый двигатель он классный он надежный но он хавает много бензина то есть городе 25 30 литров готовьте заправлять или ставьте газ газа тоже будет даже 30 . при этом сразу замечаю машина не едет если вам нужно ехать покупайте амг а в принципе смысл ехать на кирпиче никакого смысла в этом нет также смотри хочу заметить все двигателя непонятно почему стоят криво то есть левая право правая сторона немного наклонена вот смотри посмотреть это все видно также и многие обзорчики уже говорили один амортизатор капота ведет к тому что крышка вот вот она она изгибается вот что вот это такое это не только на машине 98 года свежие тачки такие же самые дизеля кстати дизеля подходят более тем кто хочет эту машину эксплуатировать не в городе а более за городом они все надежные а из надежных двигателей я хочу предостеречь тех кто хочет купить очень старую машину там у них были бензиновые двигателя там по му 2 и 3 2 и 5 2 и 6 вот как-то в этих объемах то есть до 3 литров бензин не берите от 3 литра дизель все что выше объемом все классное все ходит кроме амг м грешная тема это у дел давидовича и всех прочих но их уже нету попадаем в салон о конечно же здесь кожа здесь архаичная панель ведь это 98 год то есть унификация коснулась и именно этой машины вот эти вот все кнопочки такие же самые какие во всех мерседесах того периода включение блокировок всякие аврики омыватели магнитола включение блокировок стеклоподъемнички автомат все акцентировать на этом не будем что еще ему сказать куча места если вы маленького роста вы можете встать отсюда и пешком во весь рост пойти в багажник а теперь мы думаю прокатимся на даже несмотря на то что в машине есть волына не все равно ехать опасно поэтому нужно пристегиваться я настоящие бандиты такого не делают мышь не бандиты раз все конечно после современных автомобилей те же x5 каенов пересаживаясь велик понимаете что это все таки равная тачка и особо управляемости какой-то от нее ожидать не стоит зато можно щемить лохов всяких останавливаться на светофорах на остановках вот эти нищие какие-то завода идут то пофиг звук вы 8 да это пищит abs потому что такие мелочи по электронике здесь периодически выскакивают все заглушили завели ошибочка исчезла какая-то такой вот какой-то дух такого беспредела он все-таки здесь присутствует и окно здесь открыто потому что ну что так круто они потому что есть кондиционер не работает вот смотрите вот мы едем вот бордюр мы на него берем и совершенно без проблем заехали блин и едем как хотим конечно так делать нельзя брык об едем дальше привет я не знаю кто это а у нас опять ошибка по abs а ну тормоза проверим сзади едет mercedes 190 тащи он даже нам не пикает у нас все объезжают мы просто стали посередине дороги все просто обижают никто даже не посмеет нам пикнуть вот за этой стоит покупать такие тачки конечно в поворотах лучше особо не называют на нем так как центр тяжести законы физики никто не отменял даже для такой крутой тачки но гелики переворачиваются но последние модели последних годов с активной активным вмешательством электроники делают все это меньше и меньше лучше покупать вот такой вот какой-то простой даже если у вас не очень большие доходы можно купить такой вот гелик и принципе ни о чем особо не париться если у вас руки хоть про хоть немножко растут из того места и вы можете там ту или иную какую-то процедуру по машине элементарную сделать своими силами конечно да если делать это все на 100 тем более на официального дилера то так финалочка mercedes gelandewagen что в переводе означает внедорожник отличная тачка у которой по-хорошему нет конкурентов на нынешний момент если у вас есть вот такой вот какой-то заводик свой то вам в кортеж обязательно нужно парочка вот таких вот с охраной а